Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы совместно с мастером из города Тула Арсением Циновым покажем вам интересный микроматч из недавнего турнира, который состоялся в городе Орел в памяти гроссмейстера Овечкина, турнир Мемориал. И в этом турнире Арсений занял первые места и в классику, и в Блиц. Арсений, здорова, поздравляю тебя с победой. Спасибо, приветствую всех зрителей. Ну и давай покажем партию первую, значит. Ты играл белыми, да? Я играл первую партию белыми, да, атаковал. Выпала ходилка, же F4, D5, с виду довольно-таки просто, всего лишь два хода, на самом деле довольно-таки большой перекос в пользу белых. Бой-бой на E5, на C5 бить еще слабее. Они ведутся B4. Так, тут самая сильная атака, а G3, как и было в партии. И тут Никита сделал не самый сильный ход, B5, довольно-таки слабо все-таки. EF4 я напал. FG5 посильнее было, да, как во второй партии. Как и было во второй партии. EF4, ED6, обязательный ход. Тут вот Арсений применил, друзья, интересный план. Вообще хочется сыграть FE3 и, допустим, на AB6 разменяться назад. Но тут нет особого преимущества. Да, приятнее позиция, но вот Арсений применил вот такой план, то есть DE3, очень сильный ход, да. AB6, CD2, да, FE7, ED4. Меняться назад обязательно. Ну, тут все форсировано, да, получается? Да, довольно-таки. Единственное, что можно вместо FE7, B7 было пойти, но в целом он играл пока неплохо. DE3, FG5 обязательный ход. И тут довольно-таки сильный ход я сделал AB4. Тут было у него несколько интересных продолжений, но так как был не очень большой контроль, и мы уже были в цепнотах, соперник ошибся, пошел бы А7. Прошу прощения. Да, после чего вскоре проиграл из-за комбинации B5. И тут он, видимо, недосчитал, что... Побили именно на А8. На А8, да, четко. И тут, видимо, недооценил. Ну и тут, получается, дамка неминуемо ловится, да, белых? Да. Да, но позиция выиграна становится. То есть можете остановить видео, тоже попытаться найти выигрыш за белых. Куда бы вы пошли, подумайте. У белых выигрыш, да. Ты пошел? Я пошел Bc3. Да, то есть, возможно, сопернику еще стоило попытаться как-то за счет ходов Cb6, может быть, GF4 в ожидательных как-то чего-то ждать. Ну, учитывая, что две лишних шашки, возможно, еще были какие-то шансы. Но Никита решил сразу поймать дамку, да, что вело, конечно, к поражению легкому. Да, тут важно отметить, что... Да, что в партии я особо не думал о важности Cd4 или Cb4. И тут, да, такая была Fg3, Hg5. И уже выигрывают только черные, да. Да. Поэтому, конечно, я пошел Cb4 и легко довел партию до победы. Ну, а B6 и Fe3. Ну, и тут просто за счет центра, получается, белые беспрепятственно проходят дамки. Да. Легкий выигрыш даже, да. Легкий выигрыш, да. Никита сдался, да, получается? Да, да. Признал поражение. Вот. Ну, я думаю, что Никита немного испугался, хотя бы обострений. Так, интересные варианты возникали, например, после хода EF6. Да. Такой ход интересный. Ну, я должен сыграть B5, да, размен Cb6. А, нет, ход GH4 сначала, да, все правильно. Cb4 и размен Cb6. Бой-бой. И такой интересный Bc5 ход. Ну, B3, Bc5, там, друзья, мы рассмотрели, там, получается, связки в пользу черных, да, именно на Bc5 подрывают. Да, даже черные перехватывают преимущество, и надо чуть ли не единственничать. Надо так играть делом. Да. А тут уже, на самом деле, такая сложная позиция, с виду непонятно, у кого лучше. Острая, да, такая? Да, тут очень сложные ничьи за черных ходут, неожиданно так получается, она сходится полностью в мою пользу. То есть, Bа3, на самом деле, обязательный ход, Bc3, и тут рассмотрим две возможности основные. Это Fg5 и Ba5. Так, который вариант сперва рассмотрим? Ну, давайте Fg5, там, он проигрывает все-таки. Fg5 уже проигрывает. Fg5, да, проигрывает CD4. Ну, тут довольно-таки все форсировано. Грозим разменяться на C5, надо уходить. Да, надо отходить. Тогда все равно на C5 идем. И Аb4, и белые, и черные пытаются пройти в дамки. Да. Так, G4, Bc3, D7. Обоюдный прорыв, такой, Аb2. Ставим дамку именно на D8. Именно на D8, да. И тут будут получаться интересные идеи, ловель. Получается, если просто ставить дамку на C1, то в один ход выигрыш такой эффектный Fg3. Бой, 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 и именно на D4, да. И все, по кругу собираем. Но что более интересно, это ход Bc7. Тогда жертвуем сначала Cb6, потом еще две подкидываем. Fg3. Бьем на H4, и получается такой цуксван. И некуда ходить, как ни странно. Очень красиво, да. Ну, единственный вариант, D3 отдать, но Эшпиль совсем, конечно, без шансов. Нет, это не серьезно, да. Да. Поэтому ход Fg5 проигрывает. И вот рассмотрим B5, что дает ничью. Ну, тоже сложно, конечно, тут. Gf4. Да, тяжело. Аб2. Надо Аб2, Ед2 самый сильный. Ну, есть Жх2, но самый сильный Ед2. Ладно. Нападаем Fg5. Заходить любки надо. Да, Fg3. Тоже надо. Мет назад нельзя. Ввиду просто Аб2, и три шашки зависают. H8, H7, H6. И позиция уходит с лишней шашкой, но абсолютно прочим. Ну, например, так. Ну, да. Так. Так. Ну, и получается вы... Нечетко, наверное, лучше Bc3 было пойти. Где? Ну, вот в этой позиции Bc3, чтобы не было красного нападения. А, да. Ну, и на нападение уже сюда, и... Что-то как-то некуда ходить, да. Просто выигрышки. Так. А, соответственно, бой вперед. Нападаем же H2, отыграем шашку. Gf6. И тут такая незаметная идея, что если кажется, что просто Fe5, и у черных никаких проблем, тогда незаметный ход Fg5. Скользящий такой. И куда бы черные ни били, везде проигрыш. Ну, если, допустим, просто побить на F6, то просто весь центр убил. На счет центра победим, да. Можно не разбирать. А если бой на F4, либо на C7? Ну, допустим, да, на F4. Ну, опять же, назад нельзя бить просто центр. Ну, на F6 нельзя бить просто центра вдавим. Да. А бой на C7 уже комбинация на CD6. Вот. И все. И белые побеждают. И тут... Черным приходится в этой позиции жертвовать Hg5. Ну, такой незаметный ход, на самом деле, да. Ну, если увидеть, что Fg5 проигрывает. Да. И бежим Hg3. И последний шанс за белых тут на выигрыш. Это скинуть сразу две шашки F4. И ход D3. Тогда... Cb6 сразу можно сделать ничью. Fe5. Ab2. И позиция, интересно, чем? Ba3 нападаем. И ничью дает, казалось бы, не особо важно. Но, именно ход E D4. А... Да. Ну, просто бой-бой. И, конечно, абсолютно равная позиция ничья. А вот, что... Неожиданно проигрывает ход Bc3. Из-за нападения в лютке E D4. И все ничья проигрывают. Ну, на отход E F4. Все просто. Бой исходится в пользу белых. Так. И A B4. Дамку ставить некуда. Bc7. Ходим. И просто, например, C D4. Надо ставить на E1. Тогда B8. И бьем на G3, да. Да. И тут, получается, белые ведут шашку D4 на поле F6. Затем проводят одну шашку в дамке. Затем вторую. Затем три дамки становятся на поля F8, F6 и H6. Ну, и легко побеждают. Да. Вот такая тема. Да. А... Есть более тяжелый R-шпиль, если черные сразу отходят C D2. Бой. Более интересный. Ну, например, D1. Кстати, очень сложный выигрыш, да, друзья. Неожиданный такой. Ну, да. Сейчас приведем пример такого. Ну, например, подвигаю, да, D1. Пошли. Напали. Комментирую. Просто. Да, просто двигаю тогда тут. Ну, черные обороняются. Понятно, проводите эту шашку с A3, пока начинаем. Да, и белые начинают вести шашку A3. Черные нападают, загоняют ее на борт. Ну, и здесь очень красивый выигрыш. Тоже можете поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш за белых. Такой этюдный выигрыш. Ну, он тут, наверное, еще не форсированный. То есть, лучше... Ну, такой основной вариант этюдный выигрыш, да. То есть, сюда надо нападать. Вот, лучше с этой позиции, наверное. Тут вот пошел. Получается, жертвуем. И нападаем. Ну, отходить бесполезно. Черные думают, сейчас скинем шашку. Да. И добьемся... Вторую скинем, и добьемся ничьей. Ну, а здесь красивый выигрыш. То есть, черные занимают большую дорогу. Ну, вот такая скрытая петля получается. С7. Б на... Эф на С7. И белые побеждают, да. Отличный анжпи. Так, это первая партия, да? Да. Давай разберем вторую. Да, вторая. Да, соперник повторяет. Я отхожу. ФГ5. СД4, да. Самый сильный ход. Б... Стоп. Б5, да. Правильно. АБ2. АБ6. Тут я делал слабый ход, скорее всего. Уравнение... К уравнению вел ход ЖФ6. Вот. И на ЖФ4 четкий ход ДЦ7. Да, здесь нельзя... Важно сыграть именно в ДЦ7. Позиция у белых немного поприятнее, но... Ничья, конечно, легко достижима. Довольно. Вот. А еще такой момент, что плохо играет ЖФ4. Объясни. Из-за блокады фланга. То есть белые занимают МГ5 с разменом. И, например, на ход АБ6 продолжают давить БЦ3. И размен назад ничего не дает. Белые все равно держат Д4. И позиция черных на грани поражения. Да. Очень слабая. Но я сделал такой не самый сильный ход. Соперник сразу ставит колл. Соперник. Да. ЕФ6. Наверное, тоже не самый сильный ход. Но уже позиция неприятная довольно-таки. Это, получается, третий микроматч был, да, в этот день? То есть Арсений уже устал. График был очень плотный. Это был третий тур. И это все в один день. Была вторая партия. То есть, мне кажется, и Никита в первой тоже уже устал. Там особо не считал, наверное, по той же причине, да? Ну, если и считал, то, видимо, уже так слабее. Тяжело бы ухажать, да. На максимуме возможности. И тут, да, возможно, качество партии чуть-чуть. Белые разменялись. Я напал в Ж5. Наверное, обязательно ход ФЕ3, да. Закрылся. ДЕ7. БЦ3. Тут я упустил последний. Шанс на ничью. ЖФ6 надо было сыграть. И, например, на ход ДМЦД2 или ДМЦД4 меняться назад. С шансами на ничью. Постепенно уравниваем, да. Что позиция у белых очень хорошая, но шансы остаются. Я же сыграл, да. Надеявшись на удачу. Бездарно. ЕД6. Тут к выигрышу ввел и ход СД2, но и как сыграл Никита, естественно, не упускал. СД4. Я имею в виду назад. ДЦ5, да. СД2. ЖФ6. Ну, тут все форсировано получается. Унипают, да. Это все обязательные ходы. Напал. Пошел. ДЦ5. Это тоже обязательно. Ж7. Рожон. Рожон. ЖФ6. Да. СД4. Черные, так скажем, защищаются из последних сил. Да. Ну, в этой позиции выигрыш еще был. Да. БЦ5. ЖФ2. И тут Никита выпустил выигрыш. Выигрышу ввел ход ЕФ2. Ну, и, например, на мой ФЖ5 последний такой шанс. Да, просто ДЦ5, я обязан меняться. Просто идет в дамки Никита. Мне надо жертвовать АЖ3. ФЕ3. Ставит дамку. Ну, тут, друзья, видите, то есть нападать плохо. То есть, тогда скидываем две шашки. Ну, тут легко выигранный НШП. Например, так. 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 Нет, зачем так? Нет. А, вот так получается сюда, да. Ну, и вилка получается так, 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 так и так. Да. Ну, вилка с шашками Ж1, H2. Вот такая деталь добавлена. Угу. То есть, приходится АЖ3 жертвовать. Да, приходится жертвовать АЖ3. ФЕ3 бежим в дамке. Ну, то есть, все понятно. Ставит. Ну, примерно, Д8, да. Ход на Ф6 четкий. Ну, тут кажется, что у белых проблемы возможны, но, на самом деле, все четко, да. Да, такой техничный выигрыш, да. Ставим на С1. Другого нет, да. И ход ФЕ5. Грозим. Да, то есть, черным тут уже надо жертвовать АЖ5, и понятно, что шансов без двух нету. А на ход, например, на А3, просто белый ловит, да, Е6. Элегантно. Ну, да, игра заканчивается. Ну, черный не успевает бежать. Стоп. Да, С2-0. А, в партии Никита не хотел усложнять. Хотел, как он впоследствии признался, еще более просто выиграть. То есть, пошел СБ6, что выпускало победу. АЖ3. Тут Никита пошел Б7. Давайте его и рассмотрим. Также интересный был вариант с Б7. Потом посмотрим. И тут ничью, да, я сделал ходом ЖФ2. Да, побил на Е3, АЖ5. Тут ему уже не особо, ничего не остается, кроме как жертвы ДС7. И ставить. Да, уфорсированный ничья, просто ход ФЕ5. И никаких проблем у черных нет. Призбьем, и да. Занимаем большалки, ничья. Да, и ничья. То есть, Никита, конечно, меня пощадил. Дал сделать такую достаточно простую ничью. Он мог усложнить тут ходом Б7. Мне надо АЖ5. Ему надо ставить дамку. А мы ловим же АЖ4. И тут ход ДС5. И друзья, можете поставить видео на паузу. Попытайтесь найти ничью за черных. Она довольно-таки необычная, интересная, да. Да, то есть, просится. ДС5 тут сразу же проигрывает. Из-за усилия, наивыгоднейшей оппозиции. То есть, вот эти шашки. Ну да. То есть, сюда-сюда, и все. Черным надо ходить. Белые легко побеждают. Значит, такого варианта нет. Хочется в этой позиции сыграть GF2. Но, оказывается, тут проигрыш. Тут тоже, да. Нет ничей. Бьем, бьем. ЖЕ2. ЭЖ5. Бежим в дамку, да. ДС5. Ну, и Ж4. Или проигрышные ходы, ЕД8. Ну, жертвовать бессмысленно. И шпиля все было легко выигранно. Надо нападать. Да, надо нападать. Отходим. И тут единственный выигрыш этюдный такой. Именно дамку переводим на А5. Ставить уже надо, потому что, ну, например... Ну, В7 бессмысленно играть, АЖ3, да? АП6, да. Да. Поэтому ставить дамку обязательно. И тут единственный выигрыш ловен АП6, да. И АЖ3 все стандартные ходы проигрывают. Надо жертвовать. ЕФ4 и дамку на Е3 переводим. Ну, например, на БА7. Просто ждем по двойнику, например, да, на Ц5. И обратно на ЮГА. А на ход БЦ7. Идем на АС. Ну, да. И на любой ход, в принципе, дамку на БА. Так, зажали. А на так. Ну, тоже сзади напали. И ходить некуда, да. Симпатично. Ну, ничья все-таки была в той позиции. Которую я, честно признаюсь, по ходу партии не видел. Но именно поэтому Никита и отказался от этого продолжения. За счет того, что он увидел этот ход. Незаметный. Как мне кажется. Ход БА7. Да. И тут все очень форсировано и быстро заканчивается ничьей. Надо идти в дамки ДЦ7. И тут второй четкий ход, да. ФЕ5. И куда они ходят белые. За два хода везде ничья. Ну, например, да. Если ставить дамку. То есть стоит угроза. На Д8 отдаем одну шашку. Затем вторую. И черные достигают ничьей. Если же, например, напасть СД6. Тогда находится тонкая присоска АБ6. Ну, например, бьем на Ф4. Бьем на Д8. Ну, и следующим ходом куда бы ни... Тут уже белым надо ничью делать. Ну, да. Поэтому такого хода нету. А на последнюю возможность ЕД2. Или на выигрыш. Находится ЖФ2. И такое нападение ЕД4. Все, шансов у белых на выигрыш тут нет. Ничего. Ничего. Да, друзья. Вот такие симпатичные варианты. Сегодня посмотрели. Если понравилось данное видео. То, пожалуйста, ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. Ну, и в дальнейшем еще с Арсением поразбираем интересные варианты. Также в ближайшем будущем запишем видео с мастером Иваном Смурковым. А завтра? А? А также проведем, наверное, стрим с Иваном Смурковым. Я думаю, возможно, не так скоро. Но когда-то он точно выйдет. С полным разбором партий с турнира в Питере «Белые ночи». Ну, возможно, да. Возможно, запишем видео там. Посмотрим, короче. Как будет. Да, спасибо Арсению. Да, всем спасибо. За классный разбор. Поздравляю еще раз с победой. То есть, получается, золотой дубль. Молодец. Не опозорил своего тренера. А тренер у Арсения Юрий Королев. Красмейстер. Прославленный. Да. Да, наверное, будем прощаться. Всем спасибо за просмотр. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной доске. До новых встреч. Продолжение следует.